Маша 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 Маша, ты спишь? Маша Маша Что ты, что ты? Это я Что ты, Семён Маша Маша Я хотел у тебя спросить Маша Ты опять спишь? Маша Что ты, что ты? Это я Это ты, Семён Ну да, я Ну что же ты, Семён Маша, я хотел у тебя спросить Ну что же, Сенечка, ну скажи Маш, я хотел у тебя спросить Что у нас от обеда Ливерной колбасы не осталось Что? Я говорю, что у нас от обеда Ливерной колбасы не осталось Ну, знаешь, Семён Я, конечно, всего от тебя ожидала Но что бы ты ночью С измученной женщиной О ливерной колбасе разговаривала Этого я от тебя ожидать никак не могла Это Такая нечуткость Это Такая нечуткость Я целые дни как лошадь Как муравей какой-то работаю Так вместо того, чтобы ночью дать мне хоть минуту спокойствия Ты мне даже в кровати такую нервную жизнь устраиваешь Знаешь, Семён Ты во мне этой ливерной колбасой Столько убил Столько убил Неужели ты, Сеня, не понимаешь Если ты сам не спишь Дай хоть другому-то выспаться Семён, я тебе говорю или нет Сеня Ты спишь, что ли? Семён Что это? Что это? Это я Да Ты, Маша Ну да, я Чего тебе, Маша? Я тебе говорю, если ты сам не спишь, дай хоть другому выспаться Погоди Нет, это ты погоди Почему же ты, Сенечка, в нужный момент не накушался? Кажется, мы тебе с мамочкой всё, что ты обожаешь, специально готовим И кажется, мы тебе с мамочкой даже больше, чем всем накладываем А зачем вы с вашей мамочкой мне больше, чем всем накладываете? Это я понял, зачем вы накладываете Это вы с психологией мне накладываете Это вы подчеркнуть перед всеми желаете, что вот, мол, Семён Семёнович нигде у нас не работает А мы ему больше, чем всем накладываем Это я понял, зачем вы накладываете. Это вы не задаром мне накладываете. Это вы в унизительном смысле накладываете. Это погоди ты, Маша. Когда я с тобой на супружеском ложе голодаю всю ночь, безо всяких свидетелей, тет-а-тет под одним одеялом, ты на мне колбасу начинаешь выгадывать. Это я-то выгадываю колбасу на тебя? Голубчик ты мой, да кушай сколько хочешь. Я тебе сейчас принесу. Господи, что же такое делать-то, а? Это же очень печально. Так же. Мы когда еще учились у Сергея Васильевича, и он сам нам говорил, что он чуть-чуть устал ставить пьесы. И он поэтому ставил, ну и работал с материалом прозаическим. И действительно, выбор Эрдмана, когда нам сказали, что это будет пьеса, было таким удивлением. Эту пьесу, как и любую, надо рассматривать в контексте русской литературы и русской словесности. Потому что это велик, это большая литература, и это большое слово. Мы даже не знаем, как мы все выросли на слове Николая Робертовича, потому что вот наше поколение, ну, мы все выросли на городе мастеров, и вода, огонь и медные трубы, и на мультфильмах дюймовочка. Ну как, это же фраза, мы уже в жизни все говорим, вот мы поели, можно и поспать. А мы даже не задумываемся, поспали и поесть что-то, Николай Робертович. А уж я не говорю про веселых ребят, про Волгу в Волгу, про смелые люди и так далее, и так далее. Просто время было трудное, его фамилию иногда вырывали, вырезали. Вот, ну, это был честный, порядочный и большой писатель. Вот тебе, Сенечка, как колбасу намазывать? На белой или на черной? Да цвет для меня никакого значения не имеет, потому что я есть ее не буду. Как не будешь? Да пусть я лучше скончаю с топочвей ливерной колбасы, есть я ее все равно не буду. Это еще почему? Потому что я знаю, как ты мне ее хочешь намазывать. Ты мне ее со вступительным словом хочешь намазывать. Ты сначала всю душу мою на такое дерьмо израсходуешь, а потом уже станешь намазывать. А знаешь что? Знаешь. Что? Ложись. Нет, не лягу. Ложись тебе, говори. Вот намажу и лягу. Нет, не намажешь. Нет, не намажешь. Кто это сможет наконец, а? Ты или я? Так ты это что, Мария, думаешь? Если я человек без жалоба, меня что, уже можно на всякий манер регулировать? Ты бы лучше, Мария, подумала, как ужасно на мне эта жизнь отражается. Вот посмотри, до чего ты меня довела. Господи. Видела? Это что это такое, Семен? Нервный симптом. Нет, так, Семен, жить нельзя. Так фокусы в цирке можно показывать, хотя жить так нельзя. Как это так нельзя? Это мне что, подыхать, по-твоему? Подыхать, да? Ты, Мария, мне прямо скажи, ты чего домогаешься? А? Ты чего домогаешься? Ты последнего вздоха моего домогаешься? И доможешься? Только вот я в тесном семейном кругу тебе говорю. Мне кажется, что литература 30-х годов, она какая-то в России фантастическая. И рождались авторы, которые, мне кажется, определили понятие слова и понятие русской литературы, нам опередили время. И мы сейчас не можем себе представить себя без Платонова, Булгакова, Зощенко, Эрдмана и многих других замечательных, больших писателей. Просто судьба у каждого своя. У кого-то признание приходит при жизни, у кого-то приходит после жизни. Но, как говорил Михаил Фанасьевич, рукописи не горят. И пьеса при жизни Николай Робертович ее так, в общем-то, и не прочел, и не увидел. В 69-м году она была только в Германии, на русском языке впервые издана. А в 70-м году он уже скончался. Поэтому, и как ни парадоксально, чем больше проходит время, тем это, кажется, написано сейчас, сегодня, и в этом есть потребность. И какая-то такая вот, может быть, внешняя сатиричность, я не знаю, как точно сформулировать, уходит. А на первый план выходит глубина, выходит прозорливость, выходит талантливость. Александр Петрович! Товарищ Калабушкин! Александр Петрович! Товарищ Калабушкин! Кто там? Не соседи Сахамска, товарищ Калабушкин, это я. А? Это я, Подсекальникова. Кто? Подсекальникова Мария Лукьяновна. Здравствуйте. Кто? Вы мне очень необходимы, товарищ Калабушкин. Как необходимы? Как мужчина. Ну и что вы, Мария Лукьяновна, тиши? Я понимаю, товарищ Калабушкин, вам, конечно, не до этого. Но поймите, товарищ Калабушкин, что я одна. Я совершенно одна. И я даже не знаю, что мне делать, товарищ Калабушкин. Вы холодной водой обтирайтесь, Мария Лукьяновна. Что? Товарищ Калабушка! Ты мне придёте дверь выламывать, товарищ Калабушка! Бога, послушай! Товарищ Калабушка! Стой ты! Такой ты же, товарищ Калабушка! Дверь выламывать? Уже неинтересное времяпрепровождение для молоденькой дамочки. Ах вы, шкура вы! Эдка, извините за выражение. Это как же топой там? А вы зачем, Александр Петрович, добиваетесь? Мы сидим здесь в глубоком трауре. Мы беседуем о покойнице. А вы в это время дверь нам хотите выламывать. Да я в это время дверь нам хотела выламывать. Тебя что, жульница, что ли, какая? Современные дамочки ещё хуже жуликов. Так и ходят, так и смотрят, где кто плохо лежит. Ох вы! Маргарита Ивановна! Чего тебе? Если вы её бить собираетесь, Маргарита Ивановна, то я этого вам не советую, потому что вы здесь не прописаны. Но, ну, пап, позвольте, за что же вы... Вы чего чужого мужчин-то обхаживаете? Да вы не так меня поняли, уверяю вас, я же замужем. Понимаете, здесь особенно нечего, я сама замужем. Но поймите же, что он стреляется! Кто стреляется? Семён Семёнович. Где стреляется? Не подумайте лишнего, Александр Петрович в уборную. Кто ж, простите, в уборной-то стреляется. А куда же безработному-то больше пойти? Да чего же вы, чёрт вас возьми, прохолождаетесь? Надо что-нибудь делать, Мария Лукьяновна? Да я за этим к вам и пришла, Александр Петрович. Вы же человек воинственный. Вы же тиром заведуете. Эта пьеса, вы знаете, чем доматургия серьёзнее, её нельзя свести к одному или другому. Это литературный жанр, литературное название. Сам Эрман назвал её пьесой. Он не называл. Это трудно. Как вы скажете, что такое там? Даже фильм по его сценарию и сценарию Владимира Масса «Весёлые ребята» вы не назовёте комедией. Это есть и элементы мелодрамы, элементы лирической какой-то комедии, гротеска, фарса, трагедии. Это очень много всего. Это вещь, скажу так. Это сочинение, в котором все литературные жанры перепутаны, переплетены. И здесь смех рядом со слезами. И не случайно любимый писатель у всех практически людей, кто связан со словом, это Николай Васильевич Гоголь. И здесь без Гоголя мир Эрдмана понять невозможно. Это такое в хорошем смысле гоголевское развитие гоголевских традиций. Это смех сквозь слёзы. Что ж это? Я виноват? Вы зачем это в карман-то ко мне лезете? Так, что вам отпустить меня, пожалуйста? Сначала дайте мне эту штуку. Какую штуку? Нет у меня никакой штуки. Вы понимаете, нету? Я же видел, как вы его в рот засовывали. Вы же всё, вы врёте-то. Ничего я себе не засовывал. Пустите меня сейчас. Хорошо, я пущу вас, Семён Семёнович. Но вы дайте мне слово, что пока вы все целы меня не выслушаете. И вы себе над собой ничего не позволите. Я как друга прошу вас, Семён Семёнович, только выслушайте. Только выслушайте. Вы говорите, я вас слушаю. Ну, спасибо. Успокойтесь, Семён Семёнович. Гражданин Протяганников. Подождите минуточку. Гражданин Протяганников. Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. Гражданин Протяганников. Ну, а мне-то что из этого? То есть, как это что? Как это что? Где вы живёте? Вы живёте в 20 веке. Век просвещения. Век электричества. Когда это электричество выключают за неплатёж, по-вашему, какой век получается? Каменный? Очень каменный. Гражданин Протяганников. Вот какой уже день, как в пещере живём. Прямо жить из-за этого даже не хочется. Фу ты чёрт. Как не хочется? Вы меня избивайте, Семён Семёнович. Жизнь прекрасна. Да я об этом даже в «Известиях» читал. Но думаю, будет опровержение. Вот напрасно вы думаете. Вы не думаете. Вы работаете. Да безработный работать не разрешается. А вы всё ждёте какого-то разрешения. Жизнь не надо бороться, Семён Семёнович. А разве я не боролся, товарищ Калабуштин? Это что? Вот смотрите, пожалуйста. Это руководство к игранию на бэйном басе. Как? На чём? Бэйный бас? Это музыка. Это духовая труба. Музыка. Ну, когда читаешь пьесу, первое впечатление было, что такой странный человек, который что-то бунтует, кричит, всё время чем-то недоволен, пытается... А когда начинаешь работать, да, действительно, мы уже когда начали разбираться с Сергеем Васильевичем, с его подсказками, и как-то получилось, что на самом-то деле это очень хороший человек. Просто он хочет как бы счастья семейного, он хочет каких-то жизненных, вот обыкновенных человеческих ценностей. У нас каждая репетиция начиналась просто с разговоров. Мы приходили и рассказывали, кто что пережил за вечер, за ночь, за утро, какие новости. То есть это не сразу была репетиция. Все приходили, мы начинали разговаривать, кого что беспокоит, кого что волнует. И только потом мы плавно переходили к материалу. То есть человеческие отношения прежде всего, и потом уже идёт репетиция. Это всегда подкупает, это раскрепощает. Ты вдруг становишься готов к репетиции. Ну что там ещё? Стоп! Ой, виноват, виноват. Я вам хоть помешал. Вы что-то тут делали. Вы, ради бога, продолжайте, пожалуйста. Да не, ничего, ничего. Мы не мне, не к спину. Я... Я... Это... А вы, собственно, я чем могу? А разрешите сначала узнать, с кем имею приятную честь и разговаривать. А, сэй... Как так же... А, сэй... С про сектором, где я говорю. Понятно. Очень рад. Да. Разрешите полюбопытствовать. Вы, случайно, не тот самый подсекальник, который стреляется? А? Кто сказал? Ну... То есть это... Это я сейчас не то сказал. Сейчас ещё бы он арестует за хранение оружия. Я не то. Нет, я не то. Ну, как же это так не тот раз. Ну, вот же адрес тот. Вот написано. Подождите. К смерти прошу никого не винить. Пописано подсекальников. Это вы подсекальники. Я. Ну? Ну? Так нельзя. Так нельзя, гражданин подсекальник. Ну, кому же это нужно, скажи это, пожалуйста. Никого не винить. Вы наоборот. Вы должны обвинять и винить. Вы стреляетесь. Это же чудно. Это прекрасно. Вы себе стреляете на здоровье. Только вы стреляете как общественник. Вы не забываете, что вы не один, гражданин подсекальник. Посмотрите вокруг. Посмотрите на нашу интеллигенцию. Что вы видите, гражданин подсекальников? Очень многое видите. А что вы слышите? А вы ничего не слышите, гражданин подсекальников. Почему вы ничего не слышите? Она молчит, гражданин подсекальников. А почему она молчит? Потому что ее заставляют молчать. А вот мертвого, гражданин подсекальников, вы не заставите молчать. Если мертвый заговорит. В настоящее время, гражданин подсекальников, в то, что может подумать живой, может высказать только мёртвый. Я пришёл к вам как к мёртвому, гражданин Плотекаренко. Я пришёл к вам от имени русской интеллигенции. Очень, очень рад познакомиться. Вы садитесь, пожалуйста. Вы прощаетесь с жизнью, гражданин Плотекаренко. И в этом пункте вы совершенно рады. Жить нельзя. Но кто-то ведь виноват в том, что жить нельзя. Если я не могу говорить об этом, вы можете. Вы понимаете? Вам же нечего теперь терять. Вы же... Вы совершенно свободны. Вам ничего не страшно. Скажите же, ну, честно, открыто, смело. Вы кого обвиняете? Я? Вы. Теодорку Гош-Ульца. Кто-то из Коминтерна, да? Он виноват. Виноват. Без всякого сомнения. Он виноват. Только вы ему зря одного обвиняете. Вы обвиняете их всех. Всех. Я боюсь, что вы просто ещё не очень хорошо понимаете, почему вы стреляете из гражданин Плотекаренко. Позвольте, я вам объясню. Ой, ради бога. Пожалуйста. Гражданин Плотекаренко. Вы хотите погибнуть за правду. Да. Ну, вы знаете, это идея. Ну, конечно. Конечно. Только правда не ждёт гражданин Плотекаренко. Вы погибайте скорее. Погибайте скорее. Сейчас разорвите вот эту записочку. Разорвите эту записочку. Напишите новую. Напишите новую. Напишите в ней искренне всё, что вы думаете. Обвините в ней всех. Всех, кого сверют обвинить. Защитите в ней нас. Защитите в ней русскую интеллигенцию. И задайте правительству беспощадный вопрос. Почему? Почему в деле строительства не был использован такой чуткий, знающий, лояльный человек, каковым безо всякого сомнения является Аристарх Доминикович Гранд Скубик? Кто? Аристарх Доминикович Гранд Скубик через тире. А это кто такой? Это я. Когда он впервые задумывается, что ему придётся всё-таки умирать, как быть с этим, что там будет за гранью этого выстрела? Вот, мне кажется, он как-то начинает задумываться в момент пьесы, проходя через какие-то события, он начинает думать. И он проходит этот сложный путь и приходит к совершенно обычным мыслям. Просто хочется любить, жить. Хочется жить просто ему, и всё. Молодой человек, вот вы как думаете? Только вы, ради бога, меня не перебивайте, ладно? Вы подумайте сначала. Представьте, что завтра ровно в 12 часов вы берёте своей рукой револьвер. Ради бога, вы меня не перебивайте. Хорошо? Давайте просто предположим, что вы берёте револьвер и вот вставляете дуло в рот. Хорошо? Нет, 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 нет. Вставляете, вставляете, да? Хорошо. Хорошо, давайте просто предположим, что вставляете. Вот вставляете, вставили, и как только вы вставили, возникает секунда. А давайте подойдём к секунде по-философски. Ну что такое секунда? Это же тик-так. Да, тик-так. И вот, посмотрите, стоит между тиком и таком стена. Да, да, стена, то есть дуло револьвера. Вот, значит, здесь тик, здесь так. И вот тик, молодой человек, это ещё всё. А так, молодой человек, это уже ничего. Ничего. Вы понимаете? Почему? Почему? Потому что тут же есть собачка. Давайте подойдём к собачке по-философски. Вот подходите, подошли, нажимаете, и раздаётся пиф-паф. И вот тик, молодой человек, это ещё пиф. А вот так, молодой человек, это уже паф. И вот всё, что касается тика и пифа, это я понимаю. А всё, что касается така и пафа, я совершенно не понимаю. Нет, вот тик. И я ещё с собой, с женой, с тёщей, с небом, с воздухом, с солнцем и водою. Это я понимаю. А вот так? И всё, я уже без жены. Нет, ну хотя без жены это я понимаю. Я без тёщи. Ну без тёщи я даже очень хорошо понимаю. А вот я без себя. А как я-то без себя? Вот лично я. Подсекальников. Ну вот я. Человек. Подойдём к человеку по-философски. Вот Дарвин нам доказал на языке сухих цифр, что человек это клетка. Да, ради бога, молодой человек. Не перебивайте сейчас меня. Вот значит клетка. И томится в этой клетке душа. Да? Я понимаю. А вы стреляете и разбиваете выстрелом клетку. И тогда из неё душа вылетает. Ну конечно вылетает, летит и кричит. Асана, асана. Ну конечно её же позывает Бог. Ну и спрашивает. Ты чья? Я? Ты Ватиканникова. А ты страдала? Страдала. Ну иди же. Попляши. И душа начинает петь и плясать. Это я понимаю. А вот если клетка-то пустая. А? Души вот если нету. Тогда вот как? Нет? Ну что тогда? Есть загробная жизнь. Вы как думаете? Есть загробная жизнь или нет? Молодой человек, вы как думаете? Да, я вас спрашиваю. Вы чего молчите-то? Молодой человек, ну ответьте мне. Ну есть загробная жизнь или нет? Есть или нет? Ну ответьте мне. Ну почему вы молчите? Семен Семенович? Он же глухонемой. Это история маленького человека, если говорить таким литературным, скучным языком, школьным языком. Это история человека, неудачника по жизни, человека, который в чем-то, наверное, не состоялся, который любит безумно свою Машу, который год без работы. И жизнь его подталкивает на самые невероятные вещи. Возникает даже мысль, может быть, какую-то жизнь свою приостановить, а возникают люди, которые хотят этим воспользоваться. И дальше возникают и комические, и трагические, и разные ситуации, где человек приходит к мыслям о том, что жизнь человека, даже не самого великого, это какая-то ценность. Это примерно круг какой-то тем, который вокруг этой истории возникает. А дальше это уже ассоциации, это уже попадет, не попадет тот или иной образ, который придумывается. Ведь наша профессия – это искать образы, а не формулировать словами. Это ваша профессия – формулировать. Поэтому буду ждать, когда вы будете все формулировать. А наше дело – давать вам поводы для этого. Просто любезные граждане, а вы знаете, что я могу? Что я могу снять с мать? Нет, нет, нет. Вы знаете, что я могу? Снапрой. Нет, вы знаете, что я могу? Я могу никого не бояться, товарищ. Мне же все равно умирать. Да? Я что захочу сейчас, то и сделаю. Я никого не боюсь. Боже мой, я все могу. Боже мой, я никого не боюсь. Я в первый раз за всю свою жизнь никого не боюсь. Вы знаете, я же могу пойти на любое собрание, заметьте себя, товарищи, на любое, и могу председателю язык показать. Не могу? Нет, я могу. Могу в том-то все и дело, что я все могу. Мне же все равно умирать. Мне все равно умирать. Я что захочу сейчас, то и сделаю. Я никого не боюсь. Вот в советах 140 миллионов. И кого-нибудь, да каждый миллион боится. А я никого. Мне все равно умирать, вы понимаете? Ой, держите вы меня. Я полезать сейчас начну. Я сегодня над всеми людьми владычествую. Да, я царь. Да, я диктатор. Я что захочу сейчас, то и сделаю. Что бы сделать такое, а? Нет, что бы сделать такое за всей своей сумасшедшей властью. Что бы сделать такое вот для всего человечества, а? А я знаю. Я знаю, я нашел. До чего это будет божественно, граждане? Я сейчас в Кремль позвоню. Прямо в Кремль. Прямо в красное сердце Советской Республики. Позвоню и кого-нибудь там изругать по матерному. Что вы скажете? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы нашли мысль. Гостя! Все молчат, когда колосс разговаривает с колоссами. Дайте им кремль, вы не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь, давайте, барышня. Кто это? Кремль, это говорит подсекальник, подсекальник индивидуум, да, так, позовите кого-нибудь самого главного. Нету у вас, нету у вас, да? Так, ну тогда вы ему передайте от меня, что я Маркса прочел, и мне Маркс не понравился. Да, 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 вы не перебивайте, а? И еще передайте им, что я их всех посылаю. Вы слушаете? Боже мой, повесили. Как? Кого? Да, да, да. Трубку. Трубку повесили. Испугались. Меня испугались. Вы чувствуете? Вы постигаете ситуацию? Кремль? Меня? Что ж, я представляю собой, дорогие товарищи, это боязно даже анализировать. Нет, вы только сами подумайте. С самого раннего детства я хотел быть гениальным человеком, но родители мои они были против. Так для чего же я жил? Для чего? Для статистики. Жизнь моя, ну сколько лет ты надо мной издевалась? Сколько лет ты меня оскорбляла? Жизнь. Но сегодня мой час настал. Жизнь. Я требую сатисфакции. Собирайтесь, Семен Семенович. Как уже? А они не вперед у вас, Маргарита Ивановна? Нет, у нас не вперед. Что же, присядемте по обычаю. Прощайте, дорогие товарищи. Извиняюсь, не взяли меня там для храбрости. Приходите к нам опять, Семен Семенович. Да. Приходите к нам опять. Нет. Теперь уже вы. Приходите ко мне. Нет. Спасибо, computunky'm, Rumahineи, ashiкаев. Редактор субтитров А.амикин Корректор А.ckoда Корректор А. Кénюр А. fireworks Продолжение следует...